Их бросают на штурм. Там мужиков не останется. Сколько у нас должно погибнуть людей, чтобы занять, значит, три дачи в Угледаре? Тема больших потерь, которые Россия несет в Украине, является запретной для российских телеканалов. Там могут обсуждать самые разные вопросы, могут даже признавать определенные проблемы и неудачи на фронте, но там никогда не расскажут, какое количество людей положили в очередной бессмысленной битве за руины очередного села. И не говорят там об этом по одной простой причине. Цифры эти действительно пугающие. Впрочем, некоторые российские военкоры и блогеры, видя масштабы этих потерь, все-таки не могут молчать и открыто пишут о том, что российские генералы без всякой жалости и без всякого смысла бросают своих солдат в заведомо провальные атаки на убой. Один из российских военных корреспондентов, который постоянно поднимает эту тему, это военкорша Анастасия Кашеварова. У нее есть популярный телеграм-канал, она туда все время пишет. И вот на днях она провела встречу с женами российских военных. И на этой встрече, помимо прочего, в том числе обсуждалась и эта тема. Обговаривали российских командиров, которые без жалости бросают своих подчиненных на убой. У меня вопрос по Авдеевскому направлению. Первая славянская бригада, там есть отряд «Шторм». Там добровольцы. Их всех без должной подготовки, то есть неделя, их бросают на штурм. Без ничего. Без арт-подготовки, без бронетехники. Идите штурмуйте. Они идут и это делают. Они лежат мертвые месяцами. Их не забирают. Странно. А Коношенко в своих сводках ничего такого не рассказывает. Может быть, ему просто не говорят? Но, знаете, думаю, переживать не стоит. Ведь Путин же говорит, что спецоперация идет по плану. Значит, все это по плану. Не может же Путин врать. Там можно достать, но нет команды. Вытащить погибших. Они месяцами там. Те, кто выжил. Их дальше продолжают бросать на такие же мясные штурмы. Там мужиков не останется. Погодите. Как мужиков не останется? Путин же говорил, что еще ничего даже не начинали. Мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинали. А теперь что получается? Ничего не начинали, но мужики скоро кончатся. Те ребята, которые, извиняюсь, без рук, без ног, лежат в госпиталях, они не получили ни рубля. Ни они, ни их семьи. Просто денег нет. Но, с другой стороны, они же не за деньги туда пошли воевать, а за родину, за идею. Ну, вы же сами так говорите. Так, а какие деньги тогда? Их нет ни в базе Министерства обороны. Они подписывали контракт с Министерством обороны. У них нет ни личных номеров, у ребят. Ни жетонов, ни военных, ни билетов. Ничего. Вот кто они? Что они? Что значит, кто они? Захватчики, военные преступники. Кто же еще-то? Мы с первого дня об этом говорим. И вот все и подтверждается. Сами же говорите, у них даже документов нету. А на каком тогда основании они вторглись на территорию чужого государства? Тут по всем канонам международного права это преступники и бандиты. У нас такая же самая ситуация по поводу этого же направления. Точно так же, ребят бросают. Нет ни артподготовки, ничего. Как хотите, выбирайтесь. Нет, не было ни артподготовки, ничего. Их просто кинули на мясо. Или считай все, что у нас вся Россия большая. Мы еще будем половину мужиков забирать. Еще одних, вторых возьмем, третих. Конечно, именно так все и будет. Ведь Путин ясно сказал, еще ничего и не начинали. А вообще непонятно, чем все эти люди недовольны. Ведь они сами годами кричали. Можем повторить. Воевать надо, как наши деды в 41-м при Сталине. Вот их желание и исполнилось. А что не так-то теперь? Но дальше там самый кайф. В ответ на все эти стоны и жалобы Анастасия Кашеварова заявила, что российские генералы, которые вот так безжалостно отправляют на убой своих солдат, это просто оказывается все агенты Украины. Нужна ответственность для командиров. Если у него большие потери при низких результатах, то здесь надо вопрос ставить вообще-то. Может, вражина какая-то. Может быть, он вообще работает на Украину. Сколько таких историй было, когда сливались наши карты самими военными. Короче, это Украина виновата, что российские генералы не жалеют своих солдат и не умеют воевать. Ведь российский патриот не может допустить даже мысли о том, что российские генералы просто тупые и жестокие, а система, на которую они работают, не жалеет и не ценит людей. А у власти в России находится просто свихнувшийся КГБшник-психопат, который получает удовольствие от бомбардировок мирных украинских городов. Поэтому российскому патриоту гораздо проще считать, что это просто украинские агенты прокрались в штабы. Сколько у нас должно погибнуть людей, чтобы занять три дачи в Угледаре? Спустя год войны до них стало наконец доходить, что происходит что-то не то. Но самое потрясающее и непостижимое для меня то, что я не могу осознать уже год, что все вот эти люди, которые жалуются, ноют, стонут, говорят о больших потерях, об огромных трудностях, при этом не призывают все это остановить, а наоборот, поддерживают то, что происходит и призывают, чтобы война продолжалась дальше. Хотя они могут все это прекратить в любой момент. Им достаточно просто оставить нас в покое в нашей стране и уйти и заниматься своей страной. Нам некуда уходить из Украины, а они могут из Украины уйти в любой момент и заниматься развитием России, где только в европейской части, по официальным данным, заброшенной земли, заброшенных территорий столько, что это сопоставимо по территории с площадью европейских стран. Они могут заниматься своими городами, развивать свои заброшенные земли, свои вымирающие города, делать дороги там, где их нет. Там работы на десятки лет вперед. Но вместо того, чтобы заниматься своей страной, они пришли в Украину, чтобы разрушать украинские города, еще постоянно ноют и плачутся, что это обходится огромной ценой, что столько людей они потеряли, такое количество денег они потеряли. И все равно они продолжают этот маразм и не останавливаются. Это же государство объявило СВО, правильно? А получается так, что объявило, а потом воюете как хотите. Ой, а что же это случилось? Недалеким российским имперцам пообещали Киев за три дня, из-за чего они все с радостью поддержали вторжение в Украину. А когда этот заведомо дебильный план провалился, они стали вдруг голосить, это все государство начало, это не мы, это государство. Как это так? Государство начало спецоперацию и не может ее закончить. Да, государство начало, но вы все это поддерживали, вы даже требовали, чтобы государство это начало. А это значит, что ответственность за все, что происходит, несете в том числе и вы. Вина за все эти жертвы, за бессмысленную гибель гражданских, военных, за разрушение городов. Это на вашей совести. Это все из-за вас. И отвечать за это все тоже будете вы, не абстрактное государство, а конкретные люди, в том числе вот такие вот деятели, которые сами к этому всему призывали. Подпишитесь на канал, если вы до сих пор еще не подписаны, обязательно оставьте коментарий или лайк к этому видео, это поможет ему набрать больше охват, и соответственно больше людей узнает правду о том, что происходит. Подпишитесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других сручных платформах. Реквизиты в описании к видео.